В зависимости от того, как вы загружены, возможно, перерывы. Иногда бывает такое, что слушатель прошел три курса, далее у него что-то случилось, как раз-таки трудоустроился, нагрузка стала больше, и он говорит, мне бы сейчас месяц отдыха получить от учебы. Да, пожалуйста, это возможно, вы можете интенсивно поучиться, сделать перерыв на лето, в сентябре опять вернуться. Все зависит от вас. Теперь давайте про каждый из курсов расскажу отдельно. Как вы видели, начинается программа с курсов Excel. Очень часто слушатели спрашивают, а почему, зачем специалисту по управленческому учету Excel? Коллеги, на курсах управленческого учета, бюджетирования, финансового анализа мы проводим огромное количество вычислений. Согласитесь, ну не на калькуляторе же считать, тогда мы на курсах будем с вами фактически расчетчиками, а на действительно аналитическую работу времени не останется. Поэтому все вычисления, все шаблоны, как я уже сказала, мы делаем при помощи Microsoft Excel. И, конечно же, они будут готовы. Поэтому слушатели проходят как предварительно, начинают с уровня 2, расширенные возможности, уверяю, этот уровень полезен всем. Вы освоите все встроенные функции Excel. Для тех, кто еще не проходил, это как раз-таки те самые ИВПР, ГПР, сумм, если много, счет, если много. То есть все те инструменты, консолидация, сводные таблицы, это все на курсе Excel 2. И так как специалист по управленческому учету, его задача не только финансовое планирование, но и умение преподнести, корректно преподнести, доступно преподнести информацию своему работодателю, как говорится, русским языком рассказать о финансовых понятиях, то на одно из первых мест выступают также навыки визуализации. Поэтому в программу входит уровень 3, на котором мы как учимся работать с большими массивами данными, так и наибольший блок, один из самых интересных здесь, посвящен диаграммам, диаграммам, которые не являются встроенными, а нужно немножко поколдовать руками, и вы любую информацию легко и доступно представите. Будь то структуру активов, пассивов, будь то планфакторный анализ, разделив при помощи комбинированной диаграммы на разные виды диаграмм, и ваш работодатель вас обязательно поймет. И здесь же обратите внимание, блок, посвященный прогнозированию данных, которым мы активно используем при финансовом планировании и обработке внешних баз данных. Если кто еще не сталкивался, то Microsoft Excel позволяет обрабатывать выгрузки из 1С, из Word, из Excel, XS, интернет ресурсов. То есть вы как аналитик можете все собрать в одном месте и структурировать эту информацию. Итак, первые два курса Excel 2 и Excel 3 являются в данной программе стартовыми, подготовительными, и после них мы непосредственно переходим уже к управленческому учету, непосредственно уже к финансовым нашим знаниям. И стартовый курс в экономике будет такой курс, как подготовка и защита бизнес-плана. Курс проходит в... Смотрите, когда вот у меня написано на слайде продолжительность, то это время совместной работы и время самостоятельных работ. Коллеги, на что хочу обратить внимание, в рамках данного курса подготовка и защита бизнес-плана мы со слушателями не только слушаем теорию, теории здесь немного. Про каждый раздел я рассказываю, что туда должно входить. Слушатели получают шаблон. Один бизнес-план по учебной задаче мы создаем вместе в аудитории. Второй бизнес-план, вот как раз-таки вот эти 8 академических часов, выполняются слушателями самостоятельно на примере выбранной ими деятельности. Причем как раз-таки у нас один из итоговых слайдов будет дипломные проекты. То вот как раз-таки некоторые слушатели выбирают написание бизнес-плана по выбранной деятельности. И этот бизнес-план вы потом можете в том числе добавить в свое портфолио при трудоустройстве. Это может быть как бизнес-план проекта, бизнес-план модернизации, некого нового направления. И в том числе бизнес-план стартапа, то есть вновь создаваемого предприятия с нуля. Следующий курс, коллеги, ну это фактически жемчужина данной дипломной программы. Курс основы управленческого учета и бюджетирования. Его продолжительность 32 академических часа. Несмотря на то, что всего три модуля, но давайте расскажу. Буквально небольшой теоретический блок, который позволит слушателям получить одинаковый понятийный аппарат, познакомиться с основными понятиями. А далее, так как курс, видите, 32 академических часа, если мы работаем с вами 8 часов в день, то это 4 дня. Так вот, первые два дня у нас посвящены управленческому учету. Мы в полном объеме разбираемся, что такое расходы, что такое затраты, какие они бывают, классификация, методы калькулирования, как это влияет на финансовый результат. То есть все то, что вам может потребоваться в основной работе. И итоговые два дня, третий и четвертый день данной программы посвящен подготовке бюджета. И опять слушатели получают шаблон бюджета в Microsoft Excel, и мы с вами совместно, своими ручками готовим бюджет предприятия, начиная от плана продаж, плана производства и заканчивая подготовками таких документов, как БДР, бюджет доходов и расходов, БДДС, бюджет движения денежных средств и, конечно же, прогнозный баланс и оценка эффективности данного предприятия. Это вторая тема, которая часто выбирают слушатели в качестве дипломного проекта бюджет некого предприятия, подготовить на примере того шаблона, который вы получаете. Следующий курс – это организация бюджетного контроля в Microsoft Excel. Курс небольшой – 16 академических часов при полной загрузке. Это два дня. Вот здесь мы полностью занимаемся автоматизацией бюджетного контроля. Это организация работы казначейства. Мы автоматизируем при помощи Microsoft Excel, что мы добиваемся. Только введя заявку на платеж, вы тут же получаете заключение от Microsoft Excel, входит ли данный платеж, предусмотрен ли бюджетом. Если это отклонение, то на сколько. Если платеж одобрен, то тут же попадает в платежный календарь, и вы можете спрогнозировать, какой остаток денежных средств будет на конец следующей недели, месяца, квартала года. Это тот вопрос, который чаще всего задают собственники, директора бизнеса. Они спрашивают у специалистов, финансистов, экономистов, а сколько у нас будет денег, а будет ли у нас в следующем месяце деньги и так далее. Так вот, организация бюджетного контроля посвящена как управлению казначейством, то есть расчету, моделированию платежного календаря и бюджетному контролю. И вторая часть как раз посвящена планфакторному анализу, как добиться исполнения бюджета, как правильно диагностировать отклонения. Далее, коллеги, анализ финансового состояния предприятия. Это самый длительный курс, он в серединке, мы к нему подходим, уже подготовленные, уже знаем азы финансового анализа. И программу на доске, на экране вы сейчас видите, в рамках этого курса мы уже не финансовый план готовим, а мы уже берем, скачиваем отчетность реальных предприятий и читаем вдоль и поперек, читаем баланс форму 1, ОФР форму 2, ОДДС форму 4 и каждую строчку интерпретируем. Это хорошо, это плохо. Вот здесь нужно разобраться, на что обратить внимание. И пишем заключение по предприятию. Как вы видите, вопросов достаточно много и опять же хочу обратить внимание, слушатели получают шаблоны в Excel именно для проведения анализа. На этот курс приходят как бухгалтера, так и финансисты, которым нужно писать внутри компании заключение о платежеспособности своих партнеров, которые хотят приобрести товары, там, рассрочку, либо просят авансы. Так очень часто присутствуют сотрудники банковских служб, которые оценивают платежеспособность потенциального заемщика, там, лизинговой компании. Ну и многим нужно для руководства оценить отчетность собственной компании и дать заключение. Далее, управленческий анализ и аудит. Коллеги, работа специалиста по управленческому учету для того, чтобы вы грамотно могли применять свой функционал, раскрыть. Важно не только рассчитать финансы, спрогнозировать, смоделировать, управлять ими, но и понимать причины, от чего они зависят. Как влияют, ну, предположим, система мотивации на будущие доходы, производственная программа, маркетинговая программа. И, посмотрите, в рамках курса управленческий анализ и аудит мы изучаем те параметры, которые не являются финансовыми, но от них зависит финансовый результат предприятия. И наши слушатели учатся разбираться как в стратегическом, тактическом менеджменте, в маркетинге, в производственных программах, в кадровых программах, в мотивационных программах для того, чтобы иметь возможность в случае необходимости в том числе проводить оптимизацию бизнес-процессов, нацеленную на повышение как раз-таки эффективности, финансовой эффективности работы предприятия. Ну и завершает дикломную программу курс основы инвестиционного анализа, который поможет по всем ранее сделанным, выполненным работам провести оценку эффективности будущих инвестиций. При этом в рамках курса проводится в том числе в игровой форме вот такой брейн-ринг, который позволяет отточить все навыки и терминологии. Коллеги, постаралась быть краткой, при этом найти доброе слово для каждого курса, а я могу о каждом рассказывать часами. Хочу еще раз повторить, что в качестве дипломной программы вот эти курсы позволяют вам в портфолио добавить, будь то бюджет предприятия, подготовленный в рамках Microsoft Excel, пожалуйста, работодателю может уже продемонстрировать свои навыки и сказать, что у вас имеются собственные шаблоны. Вы можете подготовить проект по автоматизации бюджетного контроля, опять же, на основе полученных шаблонов. Можете, опять же, подготовить заключение о финансовом анализе предприятия. И вы знаете, на моей практике работодатели положительно относятся. Ну, знаете, если вы идете в крупный бизнес, то зачастую в разделе инвесторов на сайте уже опубликована отчетность. И когда вот несколько слушательниц я им рекомендовала, уже пришли, вот вы знаете, когда я на собеседовании достала мое заключение на основе последней отчетности предприятия, это произвело впечатление. Какие выводы, какие рекомендации даются. Темой вашего, опять же, работы, которую вы можете добавить в свое портфолио, может стать и бизнес-план, опять же, проекта, подразделения, нового направления, так и стартапа, либо же проведенный инвестиционный анализ. Наличие вот таких работ в вашем портфолио позволяет вам повысить привлекательность вашего портфолио, в том числе практическими работами. Если вы их даже не прилагаете, то указать, что вы умеете среди своих компетенций, вот такие навыки, это, безусловно, поднимет вашу стоимость на рынке труда. Ну а теперь в заключение скажу об этой самой стоимости. Если говорить о среднем уровне заработной платы за последние 12 месяцев, 12 месяцев это как раз-таки в условиях пандемии, то уровень заработной платы колебался от, минимально наблюдалось в июле, это как раз-таки когда требовались, ну вот все в отпусках были от 75 тысяч и до 150 тысяч. Коллеги, обращаю внимание, это как раз-таки средние цифры, а средняя температура по больнице, ну вы знаете, если по моей практике, если мы говорим о крупном бизнесе, то там цифры и до 6 нулей достигают. Но если мы говорим о первом опыте, когда мы после курсов идем, а мы выбирали именно такие вакансии, которые требуют минимального опыта, а требуют именно компетенции, то это от 75 до 150 именно начинающий финансовый директор, который подтверждает свои компетенции теми работами в портфолио, которые я указала. Если же мы говорим с вами о должности финансист, экономист, то здесь разброс заработных плат, опять же, минимальная наблюдалась в ноябре и составляла 56 тысяч и до, опять же, 85. Опять же, коллеги, обращаю внимание, это средние заработные платы, которые так называемые фиксированы, потому что премиальное положение, оно уже зависит от множества факторов, которые мы с вами в нашей презентации учесть не можем. Ну и если говорить о финансовый специалист, то, опять же, как вы видите, до 80 тысяч начинающих финансовые специалисты. Поэтому я думаю, что это та профессия, которая еще долгое время будет востребована, которая позволит вам быть ликвидными на рынке труда и при любых ситуациях не остаться без работы. Коллеги, если есть вопросы по курсу, по компетенциям, пожалуйста, задавайте, а я в свою очередь передам слово Наталье назад. Так, да, я готова. Так, а вам нужно принять, Наталья. Скажите, поменялась картинка? Да, 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 Наталья, все поменялось. Хорошо. Кратко расскажу вам еще раз о документах об окончании. Значит, вы можете получить свидетельство, но в случае, если у вас есть уже высшее образование или среднее специальное, и вы проходите курс по переподготовке, то вы получаете удостоверение о повышении квалификации. Если вы проходите дипломную программу из нескольких курсов, например, будет 6, 7, 8, да, то вы получаете единый документ, это диплом о профессиональной переподготовке. Если вы комплексную какую-то программу проходите, то вы можете потом включить ее в диплом. То есть вы получите по каждому курсу, который вы прошли, удостоверение о повышении квалификации, а далее потом перезачесть на дипломную программу, в случае, если вы решите пройти ее. Также дипломная программа, она проходится таким образом, что вы выбираете подходящий формат обучения, обсуждаете с менеджером, когда вам удобно, срок не регламентирован, и вы свободны очень в этом плане. То есть можно или очень быстро, или за год, или так, как вам удобно. Значит, общая стоимость дипломной программы, это в случае, если вы единовременно оплачиваете, у вас будет вот такая. И также для тех, кто сегодня присутствует, вам подарок. Отправляю в чат промокод. Так, пожалуйста, посмотрите. Это на оплату дипломной программы 10 тысяч по промокоду FINAN2802. Для того, чтобы его активировать, вы связываетесь со своим персональным менеджером, или же можете позвонить на ресепшн, чтобы вас связали с менеджером. Если ранее вы не учились у нас... Сейчас я также телефон нашего центра направлю. Так, пожалуйста. Это универсальный телефон, по которому вы, в принципе, можете звонить по любому вопросу, вас на нужного человека переключат. Так. Если вдруг вы пока не готовы к прохождению дипломной программы, то вы можете пройти курс финансовый анализ, который можно будет, опять же, перезачесть. В случае, если в будущем вы решите пройти дипломную программу, у нас все данные сохраняются. И в случае, если вы потеряете, может быть, свой документ, всегда можно восстановить его, сделать дубликат, даже если прошло много времени, так как центр работает уже больше 29 лет, мы сможем вам помочь. Программа эта направлена на подготовку специалистов по оценке и анализу финансового состояния предприятия. И в основе лежит курс по финансовому менеджменту. Он дополнен 16-часовым практиком и стоит 35 090 рублей. Коллеги, ну это как раз таки, смотрите, курс финансового анализа плюс к нему практику. Курс финансового анализа, который я рассказывала, это 40 академических часов и плюс 16-часовой практику к нему. Да, вот также есть еще комплексная программа по МФСО, и она стоит уже от 14 990. И это если вы проходите в формате очно-заочного образования, если очно, то это будет 26 990. Но более подробно по ценам, может быть, по каким-то акциям вы можете уточнять у наших менеджеров, а у нас очень часто проходят разные акции, поэтому вы можете оставить заявку, чтобы они вам перезвонили, когда, например, будет что-то удобное для вас. Так, и сейчас, одну секунду. Также вот есть курс «Табло. Основы работы с визуализацией и анализом данных». Он стоит 8 990. То есть вы научитесь основам работы. И тоже, сейчас, одну секунду, я вышлю вам по нему тоже акцию в чат. Сейчас, одну секунду. Так, и ссылки на данные курсы. Так, пожалуйста, вот ссылки. Можно посмотреть, почитать о них более подробно на сайте. Там же будут указаны цены. Сейчас, одну секунду. И многие очень у нас учатся на протяжении долгого времени на разных курсах. Они участвуют в программе «Лояльность». Можно также посмотреть на сайте. И в течение шести месяцев после окончания дипломной программы вы можете также еще пройти любые курсы в специалисте со скидкой 50%. И условия этой акции, она распространяется на всех слушателей, которые прошли дипломную программу. Также у вас сохраняются все видеозаписи прошедших курсов в течение года. То есть это особые льготные условия для слушателей, которые проходят дипломную программу. И спецпредложения есть также. Это 15-25% на дополнительные курсы по профессии. То есть специально для каждой дипломной программы мы составили список рекомендуемых курсов, которые помогут вам получить дополнительные какие-то полезные знания в вашей профессии. И вы при этом не только растете как профессионал, но и существенно экономите. Также сейчас скину вам ссылку. Так, одну секунду. В целом, пожалуйста, сейчас можно задать какие-то вопросы по обучению, по документам. Можете включать микрофон или же задавать вопросы в чат. Коллеги, я думаю, что вдруг у вас возникли вопросы по отдельным курсам. Что там говорится, что дается, на чем делается акцент. Может быть, вы хотели получить консультацию по профессии, в какой должности, какие навыки нужны. С удовольствием помогу, расскажу. Пожалуйста, спрашивайте. Будем рады вас проконсультировать с Натальей. Вопрос. Здравствуйте, Юлия. Вопрос вот в чем. Аудиторы могут получить повышение квалификации в вашем центре? Светлана, подскажете, да? Юлия, правильно ли понимаю, вы имеете в виду в рамках именно обязательного вот этого минимума, да? Да, да, обязательного, именно, да, сертификат подтверждающий. Сертификата и аудиторы, и бухгалтера могут. При этом перечень курсов там ограничен. То есть вы не любой курс его можете зачесть, а есть специальный перечень курсов, который входит именно вот в эти часы, который дает право на подтверждение квалификации. По этому вопросу вас подробно проконсультируют наши менеджеры, потому что там достаточно большой перечень, но при этом он ограниченный. Вот как раз-таки телефоны, которые Наталья писала, наш стандартный 780-4848, вы попадете на наших менеджеров, и нужно так, Юля, вопрос и сформулировать, что мне необходимо пройти повышение квалификации, обязательное повышение квалификации для аудитора. Какие курсы вы мне можете в эту программу включить? Потому что не все. Спасибо. Спасибо. Также в чат я еще продублирую телефон именно менеджеров. То есть у нас есть ресепшн, который переключает всех слушателей, они задают разные вопросы. И вот отдельно телефон именно менеджеров. Да, Светлана, что вы хотели сказать? Так, Ирина пишет, насколько применимы получаемые знания в бюджетном учреждении? Бухгалтерская отчетность отличается. Да, Ирина абсолютно согласна. Мы с вами в бюджетном учреждении есть отличия. При этом, посмотрите, пожалуйста, доходы и расходы, и классификация остаются прежними. Появляется большее количество строк, поскольку бюджетное учреждение обязано обосновать необходимость затрат. Если коммерческое учреждение может использовать прибыль по своему усмотрению, заплатил налог на прибыль, а дальше за счет чистой прибыли может производить любые затраты. Из-за бюджетного учреждения есть ряд ограничений. При этом все знания, которые мы получаем на данных курсах, вполне применимы абсолютно к любому предприятию, вне зависимости от формы собственности. Коллеги? Еще, может быть, какие-то вопросы по обучению? И вам спасибо за вопрос. Пожалуйста, задавайте, у нас семинар уже подходит к концу. Будем рады ответить на любые вопросы. Ну, в случае, если сейчас вопросов нет, а в дальнейшем появятся, пожалуйста, звоните, обязательно проконсультируем, все подробно расскажем. Если захотите воспользоваться промо-кодами или акциями, скажите об этом менеджеру. Также у нас часто проходят акции, у нас на сайте они публикуются в разделе программы лояльности и скидки. Ой, извините, пожалуйста, я, возможно, пропустила по поводу промо-кода. Каким образом его получить? Вот в чат я выслала промо-код финанс2802. Вы просто его говорите менеджеру, и менеджер уже его применяет вам при оплате. В 17.33 от Натальи в чате 17.33. Давайте еще раз продублирую, если надо. Ага, 17.33, все, поняла. Нашли? Да, вот прям промо-код. И, коллеги, конечно же, вы время выделили, присоединились, конечно же, наши слушатели должны за активность получать бонусы. Ну что ж, раз вопросов, Наталья, больше нет. Ой, извините, пожалуйста, по управленческому учету, видимо, я тоже пропустила, значит, дипломная программа специалист по управленческому учету, сколько стоит? Видимо, я прослушала. Наталья, то, что вы 104, 104 было у вас слайд, верните, пожалуйста. Так, сейчас, одну секунду, да. Так, сейчас, секунду. У вас как раз была стоимость полной. Так, да. Так. Сейчас она немножко задержкой. Вот, да. 104 890 – это при единовременной оплате, а так вы можете оплачивать, например, перед каждым курсом, который входит в дипломную программу. Менеджеры подробно расскажут вам, то есть там много есть условий и со срочкой платежа, и с, ну да, с рассрочкой. То есть это не кредит, а просто вы, не переплачивая какие-то проценты, оплачиваете частями во время обучения. То есть у вас растянуто это по времени, и перед каждым курсом вы какую-то часть вносите. Когда вам посчитают дипломную программу именно по времени, да, то есть, например, у вас она будет занимать 9, например, месяцев, да, то вам все подскажут по платежам, в какое время, когда нужно, если вам так будет удобнее. Спасибо. Спасибо большое вам за вопросы. Еще, может быть, какие-то есть? Пожалуйста, задавайте. Так, нет пока вопроса, да? Ну, в любом случае, вы звоните, обязательно наши менеджеры проконсультируют, все подскажут. Так, вот Татьяна Филипенко, тоже студентка наша, уже у нас училась, спрашивает практикум по управленческому учету, когда будет выходные. Татьяна, сейчас буквально, сейчас я буквально вам минуткой скажу. Дело в том, что очного практикума по выходным не будет, так как веду его только я, воскресенье распланированы, но он есть в режиме открытого обучения, и вы однажды тоже уже учились в этом формате. Коллеги, кстати, по открытому обучению сейчас расскажу. И ближайшая группа в группе выходного дня, сейчас скажу. А вот, кстати, а это у нас воскресное совершилось, следующее воскресенье с 14 марта начинается как раз-таки основа управленческого учета и бюджетирования по воскресеньям. А группа выходного, потом как раз-таки с 18 апреля управленческий анализ и аудит по воскресеньям, я смотрю, как раз-таки выходные дни, а на практику по управленческому учету воскресная группа будет с 30 мая, Татьяна, если именно выходные дни. Коллеги. Ну, в целом, еще по времени обучения можно еще будет уточнить у менеджеров. То есть вы можете оставить заявку, и вам сообщат, когда появится группа. У нас периодически они появляются, то есть бывают такие случаи, что вот вы оставили заявку, вам потом менеджер перезвонил и предупредил, что такого числа начинается курс. Я добавлю из практики. Иногда бывает, вот провожу группу основы управленческого учета и бюджетирования, как раз-таки на которой Татьяна была, и слушатели, ой, когда практикум, когда практикум. И если мы в группе прям вот активно бывают такие группы, находим сразу фактически 7-8 человек, то мы сразу подаем заявку администратору, и нам через разумное время, в течение месяца добавляют группу, и мы добираем в нее слушателей, и в расписание добавляется новая группа. Главное вам, уважаемые слушатели, проявлять активность, заявлять о своем желании посетить тот или иной курс в определенном расписании. Ну что же, спасибо большое всем за вопросы. Пишите, звоните. Наш вебинар уже подходит к концу. Спасибо, что приняли участие. В случае необходимости вы сможете пересмотреть запись. К сожалению, я включила только через 15 минут, но вы пропустили только презентацию в начале, которую я показывала. То есть основы дипломной программы, к счастью, вошли в запись. В личном кабинете на странице группы нужно будет смотреть, и также будет на нашем YouTube-канале. Желаю вам успехов и в работе, и в обучении. Пишите, звоните, будем очень рады. Коллеги, всем хорошего вечера, еще приятный воскресный вечер впереди, и до новых встреч на занятиях в центре «Специалист». Буду рада вас всех видеть. Все, до свидания. До свидания, Мария, Ирина, Катьяна. Все наши слушатели постоянные. Наталья, останавливайте запись. Все, хорошо, спасибо вам большое. Очень было все интересно. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok